Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. Помещик Долгов был известен своей ревностью. И вот как-то он решил, что молодая жена ему изменила. Двое или трое суток он разъезжал по своим родным и знакомым, всем рассказывал о постигшем его бедствия и как он об этом узнал. Но вот он встретился с Михаилом Константиновичем Редкиным, которому и удалось угомонить Долгова с помощью пространного рассуждения. Если и в самом деле приключение такое с тобой последовало, и тебя не обманули глаза, так по мнению моему, все-таки печалиться очень не имеется достаточной причины. Случалось ли тебе читать «Премудрость Соломона»? Все речи его притчи. Если не случалось, так вот прочитай, что он величайший из всех мудрецов, прошедших и настоящих, и будущих, глаголит в главе 30 стихи 18-20. Таков путь жены-блудницы. Следовательно уж, если мудрый Соломон почитает невозможному разуметь подлинность содеянной неверности, потому что она не оставляет по себе следа, «Так уж нам-то с тобой и подавно нечего искать с позволения сказать пустого места». Долгов выслушал эти размышления, утешился и стал опять разъезжать по родным и знакомым, но теперь уже для того, чтобы каяться перед ними в слишком поспешном обвинении своей жены. Выпускник Орловской гимназии Корнильев приехал в Москву, чтобы поступить на службу и остановился у известного стряпчего Григорьева, который был любителем выпить. В первый же день он повел юношу в Кремль, показал Ивана Великого, царь Пушку, царь Колокол. Возвращаясь по Тверской, он решил забежать в трактир мадам Шню, чтобы выпить водки, а юноше велел подождать на улице. Когда Григорьев вернулся, юноша спросил его, что это за дом. Григорьев ответил, что это дом сумасшедших. Корнильев на это сразу же возразил. «Да как же это вас оттуда выпустили?» Эти слова дошли до оберпрокурора Бабарыкина, которому они так понравились, что он взял Корнильева к себе в канцелярию. Вот и карьера началась.